конечно все мы с вами слышали а кто-то может даже и видел такие древние чудеса света как великая китайская стена гора петра мачо пик чо пирамида хеопса а ну и куда же без самого древнего стадиона колизея в риме все эти постройки строились многие столетия назад но что же строится в наше время что можно отнести к современным чудесам света итак в этом выпуске разбираем десяток самых грандиозных построек современности даньян куншанский виадук мост внесенный в книгу рекордов гиннеса как самая длинная переправа в мире за всю историю человечества его протяженность составляет 165 километров строительство было вложено 9 миллиардов долларов постройка была осуществлена в рекордно короткие сроки всего два года торжественное открытие состоялось в начале лета 2011 года мост является частью железной дороги по которой ходят скоростные поезда из пекина в шанхай китай ну а кто если не китай для сравнения крымский мост который заединяет керченский и таманский полуострова строили в течение четырех лет на возведение моста было потрачено около 4 миллиардов долларов его протяженность составляет 19 километров это самый длинный мост в россии и один из самых дорогих в мире из китая отправляемся в арабские эмираты небоскреб бурж-халифа это самый высокий небоскреб в мире расположен в городе дубай высоту здания достигает 828 метров небоскреб был построен 2010 году включает в себя 163 этажа в нем расположены отель армании офисы торговые центры рестораны и жилые квартиры кстати в 2014 году самая дорогая квартира бурж-халифа была продана за какие-то 17 миллионов долларов и конечно бурж-халифе есть смотровая площадка и ни одна на 123 76 и 43 этажах проход туда платный 125 дирхамов или 2700 рублей но имейте ввиду что 2700 рублей не гарантирует вам быстрый проход на смотровую вам придется отстоять в очереди и долго если вы не хотите стоять в очереди то придется заплатить цену в три раза выше под номером три гидроэлектростанция три ущелья самая мощная электростанция в мире и одно из крупнейших сооружений человечества она находится на реке янцы в китае для возведения этой электростанции потребовалось переселение более миллиона человек и потрачено почти 27 миллиардов долларов газ полностью покрывает годовой рост потребления электричества в китае кроме того с ее появлением улучшились условия судоходства в этой части реки грузооборот вырос в 10 раз мощнейшее влияние китайской гидроэлектростанции оказала и на нашу планету увеличилась продолжительность земных суток поднимая 39 миллиардов килограмм на высоту в 175 метров над уровнем моря и удаляя таким образом всю эту массу воды от центра земли китайцы увеличили момент инерции планеты вращение замедлилась сутки стали длиннее на 0,06 микросекунды а сама земля слегка сплющилась у полюсов и закруглилась посередине подтверждено учеными и не британскими а наса упомянули в начале а колизей нужно сказать и о современных стадионах стадион 1 мая ранграда является самым крупным футбольным стадионом на планете он находится в пхеньяне северная корея стадион построили в конце 80-х годов с целью превзойти усилия южной кореи про проведению летних олимпийских игр 1988 года стадион имеет 114 тысяч сидячих мест а общая вместимость по заявлению северной кореи 150 тысяч человек под номером 5 статуя единства или статуя влап хайп отеля это статуя находится в и достигает сто восемьдесят два метра в высоту а вместе с постаментом 240 метров и является самой высокой в мире ее воздвигли в честь влап хайп отеля одного из лидеров движения за независимость индии от великобритании в первой половине 20 века официальное открытие состоялось 31 октября 2018 года и было приурочено к 143 дню рождению потеля если вдруг вам захочется посмотреть на эту статую то ехать надо в штат гуджарат на острове садху номер 6 и королевский дворец в казерте королевский дворец представляет собой грандиозный загородный дворец неаполитанских королей он был внесен в список всемирного наследия юнеско в 1997 году как крупнейший королевский дворец в мире по объему два миллиона кубических метров и восемнадцатым по площади 61 тысяча квадратных метров находится в итальянском городке казерта историческими владельцами дворца были неаполитанские бурбоны за исключением короткого периода когда в нем проживал маршал яхим мюрат начал строительство дворца карл 3 король испании с 1759 года если этот дворец самый крупный по объему то какой же дворец самый крупный по площади а это дворец парламента в бухаресте 330 тысяч квадратных метров он также является самым тяжелым зданием в мире собираетесь отправиться в кругосветку тогда советую вам лайнер symphony of the seas симфония морей это самый большой круизный лайнер в мире в апреле 2018 года он отправился свое первое путешествие этот морской гигант имеет 18 палуб и вмещает он почти 7 тысяч пассажиров и более двух тысяч членов экипажа его длина составляет 361 метр ширина 47 метров а высота 72 метра и конечно для этой махины нужен соответствующий порт отправиться в путешествие на него можно из самого большого пассажирского порта в мире находящегося в америке в майами а минимальная стоимость билетов начинается от 1000 долларов с человека за 7 ночей немного поплавали теперь полетаем самолет on 225 он же мрия самый длинный и большой грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации он оснащен шестью двигателями и способен перевозить до 250 тонн грузов на трансконтинентальных маршрутах самолет был спроектирован и построен в ссср в единственном экземпляре на киевском механическом заводе его первый полет был совершен 21 декабря 1988 года после распада ссср перешел в собственность украины длина самолета 84 метра высота 18 метров размах крыла 88 метров полностью заправленная мрия может летать 18 часов и преодолеть до 15 тысяч километров отправляемся обратно в арабские эмираты смотреть на яхту азам это самая большая частная моторная яхта в мире в переводе с арабского азам означает решительный она была построена на немецкой судоверфи по заказу члена королевской семьи арабских эмират шейка халифа аль нахайян длина яхты составляет 180 метров это примерно два футбольных поля азам может легко разгоняться до 55 километров в час строительство стального гиганта заняло 28 месяцев а стоимость постройки составила 620 миллионов долларов сша но напоследок мы отправляемся с вами в самую настоящую сказку мир болта диснея волт дисней world во флориде это второй американский диснейленд и самый крупный парк развлечений в мире он находится в 34 километрах езды от орландо в районе лейк буэна виста волшебный город занимает 122 квадратных километра на территории расположены 4 тематических и 2 водных парка 33 отеля поля для гольфа множество кафе и торгово-развлекательный комплекс дисней спрингс парк мира болта и диснея является самым посещаемым парком в мире ежегодно здесь бывает более 52 миллионов посетителей а за посещение парка на семью из четырех человек придется выложить около 500 баксов